В 2020-е запомнится человечество не только пандемией коронавируса и жесткими локдаунами. Новое десятилетие началось с крушения украинского лайнера. Сотни невинных людей погибли в результате катастрофы. А в середине года, когда мир только привык жить в условиях пандемии, в столице Ливана прогремел мощный взрыв. Трагедия унесла жизни больше 200 человек. Зауреш Байгелов о крупных катастрофах уходящего года. 8 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани военные Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США. Один из них попал в пассажирский самолет. Судно компании Международной авиалинии Украины вылетело из Тегерана в Киев. Но через несколько минут после взлета упало. Погибли 176 человек. Позже иранские власти признались, что сбили лайнер по ошибке и пообещали выплатить компенсацию семьям погибших. Однако в декабре Тегеран поменял решение и отказался выделить почти 250 миллионов долларов компенсации. Кроме того, Украина пока не получила и подробного отчета о происшествии. Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца. А в июле перед лицом экологической катастрофы оказался живописный остров Маврики. Японский танкер сел на мель возле знаменитой лагуны Блюбэй. В результате аварии в судне образовалась пробойная и почти одна тысяча тонн нефти вылилась в Индийский океан. Позже следствие показало, экипаж приблизился к берегу, чтобы выйти в зону сотовой связи. Но командование судна использовало неверные навигационные карты, в связи с чем был неточно рассчитан план прохода. Компания-перевозчик извинила за причиненный вред и предложила выделить почти 10 миллионов долларов на защиту окружающей среды и поддержку местных рыбаков. К несчастью, пятно находится в опасной близости от островка Иль-Дезегрет. Это заповедник, где обитают редкие и угрожаемые виды. Например, розовые голуби, гигантские черепахи, деревья которым по 400 лет. Защита флоры и фауны станет трудным испытанием для нашего фонда дикой природы. 4 августа в ливанской столице Бейруде произошел мощный взрыв, потрясший весь мир. В считанные секунды половина города превратилась в руины. В столичном порту загорелось одно из складских помещений, где хранилась конфискованная аммиачная селитра. Из-за пожара взрывчатка сдетонировала. Взрывная волна была настолько сильной, что снесла ближайшие дома и повредила десятки зданий. Больше 200 человек погибли, свыше 7 тысяч пострадали. А 300 тысяч человек остались без жилья. Нанесенные ущербы эксперты отсидели в 15 миллиардов долларов. Бейрут, к слову, до сих пор восстанавливается от трагедии. Многие государства не остались в стороне, оказав городу как гуманитарную, так и финансовую помощь. А правительство Ливана на фоне экономического кризиса было вынуждено уйти в отставку. Мы живем в моках. Ощущение, что кто-то невидимый бьет вас каждый день. Мы все еще не можем поверить в случившееся. Прошли месяцы. Окажется, что все это произошло только вчера. Пандемия коронавируса не относится к техногенам катастрофы, но она понесла за собой катастрофические последствия. Карантин волной прокатился по всему миру. Инфекцией заразились более 82 миллионов человек. Почти 1 миллион 800 тысяч умерли. В ООН считают, в следующий год человечество должно посвятить преодолению последствий пандемии коронавируса. Зауреш Байгелова, Хабар, 24.